Умеешь сам, научи другого. Руководители Организации Молодых Инвалидов Грани пригласили в наш город известного на всю страну учредителя всевозможных фестивалей и создателя инклюзивной мастерской в городе Пенза Людмилу Тимакову, чтобы она рассказала желающим, как занять людей с ОВЗ, как выпускать качественные изделия и реализовывать их, а еще как оформить заявки на получение президентских грантов. Целевая аудитория, для которой сегодня будет программа, это в первую очередь люди, которые пишут социальные проекты, это лидеры НКО, это активная молодежь и просто люди, которые, может быть, собираются этим заняться. В Пензе Людмила Тимакова создала большой ремесленный центр «Капля солнца», который посещают люди с ОВЗ. На собственном опыте волонтер знает, с какими сложностями предстоит столкнуться желающим открыть некоммерческую организацию. На своих тренингах она помогает создать свой инклюзивный проект, советует при выборе направления, оборудования и материалов. Цель Людмилы сделать так, чтобы инклюзивных мастерских в стране стало больше. Мы занимаемся тремя инклюзивными направлениями. Это трудоустройство инвалидов, занятия с детками с ограниченными возможностями здоровья и с малым и очень многодетными семьями. Ну и плюс еще добавилось у нас в этом году инклюзивное волонтерство. Центр у нас занимается в направлениях, мы делаем свечи мыла, мы работаем с деревом, еще с трудными подростками и занимаемся уже профессионально с глиной. В Иванове есть свои мастерские. В организации Грани, например, молодые инвалиды делают сувенирную продукцию, шьют, ткут и выжигают. Но всегда есть к чему стремиться, поэтому и организовали такой тренинг. Этим практическим уроком Грани начали свой учебный год. Организаторы уверены, обучать нужно не только молодых инвалидов, но и их наставников. Поэтому в течение ближайших месяцев в городе пройдут еще несколько мероприятий для неравнодушных и тех, кто хочет попробовать себя в реализации социальных проектов. Обещали интересных спикеров и важные темы на повестке дня. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иванова.